Дорогие коллеги, добрый день! Сегодня для вас видео обзор суперпака уровня B1. Как и суперпак других уровней A2 и B2, здесь я собрала для вас те материалы, которые мы должны с вами прорабатывать очень-очень много раз. И то, что мы действительно можем проработать и что поможет нашим кандидатам набрать максимальное количество баллов. В основе этих суперпаков, конечно, лежат официальные источники, то есть все, что есть у нас от Кембриджа, от Оксфорда, от Пирсона и от других многоуважаемых нами издательств, все, что обновленное 2020 года, все собрано именно здесь. Большое внимание я уделяю всегда, кто меня уже знает, материалам высококачественным. То есть никогда это не будет принт, просто книжка, printed book, потому что от того, насколько качественные наши материалы, насколько они яркие, действительно читаемые, от этого зависит успех наших кандидатов. Поэтому все картинки, которые вы здесь увидите, они в высоком качестве, поэтому их спокойно можно передавать через экран, их спокойно можно печатать, они будут шикарного качества. И все сборники, writing, например, use of English и так далее, они все набраны вручную, для того, чтобы это действительно было здорово и классно показывать. Итак, что входит в суперпак уровня B2? Здесь три основных вещи. Прокачка use of English, прокачка writing, прокачка speaking. Начнем по порядку. Итак, прокачка use of English. Входит сборник, part номер 5, который входит в reading. Это у вас получается multiple choice. То есть та часть, которая западает очень сильно у всех остальных. То есть посмотрите, как красиво это все сделано. Все читаемо и есть QR-код для того, чтобы дети могли сразу себя проверить. Это очень важно. Не важно, работаете вы онлайн или работаете вы в классе. Дети навели камеру и прочитали правильные ответы. И вам остается только разобрать. Понимаете, смысл суперпаков и смысл вообще нашей работы даже экзаменационной подготовки именно в том, чтобы оптимизировать процесс подготовки и переложить хотя бы какую-то часть на плечи студентов. Именно для этого я использую QR-коды. Значит, эту часть, она у меня есть. Вот в таком электронном виде вы можете ее использовать, соответственно, просто выводя на экран. Либо вы можете ее печатать и ламинировать. У меня, например, все они запечатаны, заламинированы. Вот в таком виде полностью на страничку А4. С одной стороны и с другой стороны. Это экономия бумаги. И это, конечно, очень удобно для учеников. Я все их распечатала. У вас здесь получается 30 страничек, грубо говоря, да? То есть 15 листов таких будет. Это очень много, поверьте мне. И каждый урок дети выбирают то, что они еще не делали. Они знают, где у нас это сложено в папке. Есть у меня такой экзамбас. Все эти материалы, которые есть в суперпаке, каждый из них распечатан, сложен в папочку, подписан. То есть, соответственно, здесь так и подписано. Be one use of English part five multiple choice. И дети знают уже, что они делали, что они не делают. Выбирали себе листик и прорешивали то, что они еще не делали. То есть, либо вы используете на уроке. Тогда у вас есть электронный вариант. Если вы хотите, чтобы группа делала одно и то же. Либо вы используете как тренажер. То есть, распечатываете, ламинируете для того, чтобы это дольше все жило. И дети сами, допустим, у меня 10 минут в начале урока я уделяю за 3 месяца до экзамена. 10 минут в начале урока мы выделяем на use of English. Дети выбирают то, что они хотят и то, что им надо проработать. И это делают. Третий вариант, как вы можете использовать любые материалы суперпаков. Это я рекомендую создавать закрытые группы ВК. И вот, например, моя такая закрытая группа. Это уровень B2. Но, в принципе, одно и то же. Здесь вы можете постить, что хотите. Именно самого важного. Но я вот в обсуждениях. Это очень удобно. В обсуждениях выкладываю здесь эти все вещи. То есть, вот там use of English. И пошли сборнички. Multiple choice, gap feeling, board formation и так далее. То же самое касаемо Райкин. Все суперпаков, все, что здесь есть, все я выкладываю именно сюда. Все, что касается спикин, то же самое. Все сборнички на спикин, все я выкладываю сюда. И таким образом, кандидаты мои могут дома в любой момент открыть и проработать. И мои кандидаты, например, работают. Значит, здесь, возвращаясь к суперпаку B1, конечно, есть gap feeling. Вот так выглядит у нас с вами gap feeling для уровня B1. Очень такой friendly школьный дизайн. То же самое, конечно же, с QR-кодами. Для того, чтобы можно было сравнить ответы. Я, например, когда печатаю, то печатаю вот так вот. То есть я печатаю 4 на листе. То есть 1, 2, 3, 4. Ну, крупнее смысла нет делать. То есть так оно читаемо, так оно удобно, так оно хорошо сделано. Так, что еще здесь есть? Соответственно, 58 у вас здесь слайдов. То есть 57 получается. Обложка 1, поэтому 57. Следующий сборник phrasal verbs. Опять же, собранный мною очень тщательно из всех официальных источников. Вот он, лист фразовых глаголов. Он updated. Здесь их теперь гораздо больше, чем было в прошлом году. Потому что, опять же, появились новые источники. И я могу лучше это сделать в сборник prepositional phrases. Точно так же выглядит. И по поводу prepositional phrases. Также я заготовила карточки. Которые помогут вам эти prepositional phrases проверить. То есть они разбиты по частям. Вот они. То есть удобно давать детям, допустим, эту часть, эти глаголы. Потом раз и проверили. Prepositional phrases. У меня они распечатаны вот таких листиков 8. Вы можете их разрезать потом. Распечатать и заламинировать. Они у меня распечатаны и заламинированы 8. Потому что у меня 8 человек в группе. И что бы я еще советовала вам сделать. То есть, допустим, только black. Black, он не повторяется в red. Blue не повторяется в purple и так далее. То есть они разбиты у меня на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь частей. Вот. И я даю им по части каждый урок, скажем так, чтобы запомнить. Что бы я еще посоветовала вам, коллеги, обязательно пройтись по prepositional phrases и по phrasal verbs уровня А2. Потому что то, что у меня здесь всего несколько слов, которые перекликаются. А так в B1 мы с вами понимаем, что phrasal verbs, которые указаны в B1, это мало. Они еще должны знать все, что есть в А2. То же самое и phrasal verbs. И prepositional phrases. Одно и то же. А2 и B1. Вот. Поэтому, возможно, вам понадобится и суперпак А2-B1. И очень важная разработка вот эта на phrasal verbs, обратите внимание, да, презентация, где есть phrasal verbs и definitions. Делюсь с вами от души, да. Значит, где я брала definitions, я их брала либо в Cambridge Dictionary, либо в Oxford Dictionary. Ну, редко, потому что все-таки Cambridge Dictionary помягче, на уровень B1 как раз заточен. Либо в книжке, например, в Prepare, в Complete, в Compact, там даны уже definitions, которые дети должны знать, да. То есть я вот дала им выучить несколько phrasal verbs, и эта презентация поможет вам проверить или же внести, да. Learn new information about something. И дети нам shout out the answers, да. To meet in order to do something together. Get together. Да, то есть по щелчку у вас появляется это. По очереди кандидаты ваши дают ответы. Либо кто быстрее скажет ответ, да, либо кто быстрее напишет ответ. Потом вы кликаете, и появляется ответ, соответственно, да. То есть, как видите, как я вам обещала, да, все очень читаемо, все очень candidates friendly, я бы сказала, да. Так, что же у нас есть на writing? Конечно, у нас есть сборник emails, сборник stories и сборник articles, да. Значит, email – обязательная часть, а вторую часть – это part one, writing part one. А вторую часть они выбирают, посмотрите, как красиво все сделано, перепечатано ручками вручную все, вот в таком виде, да. Вот, то же самое stories и articles, они выбирают, что они хотят писать, story либо article, да. Соответственно, отдельные сборники, вот так выглядит сборник на story, да. Там у нас, как правило, дана первая строчка только, и вот так выглядят сборники articles. Тоже очень симпатично и очень приятно, соответственно, выглядит и детям удобно. Значит, что я вам еще могу посоветовать, коллеги? Значит, у меня, если вы обратили внимание, FoxyTreader, да, то есть PDF, который открывают у меня, это PDF FoxyTreader. Вот здесь название вверху – FoxyTreader. Я вам очень советую все-таки иметь FoxyTreader, а не PDF-reader. Почему? Смотрите, вот у меня, допустим, я открываю writing stories, да. Ну, это А2, но не важно, да. Я открываю writing stories, и я делаю home snapshot. И, допустим, я хочу, чтобы дети у меня вот именно этот story написали, да. Вот так вот выделяю и делаю им посты, где я хочу, чтобы это было, как бы, да, там, в ВК, либо на WhatsApp. Правая мышка вставить, и вот уже имидж появляется, да. Вот, поэтому крайне советую вам все-таки тоже иметь FoxyTreader. Он очень облегчает, он бесплатный тоже. У меня самая элементарная версия, бесплатная версия, и она вот так вот замечательно работает. Так, дальше по writing у меня есть чек-лист для проверки email и чек-лист для проверки второй части. Это два разных чек-листа, поскольку требования в них, конечно же, разные, да. Значит, с чек-листом тоже я их печатаю, ламинирую. С одной стороны part 1, с другой стороны part 2, да. Выдаю детям фломастеры, когда они закончили writing, либо они проверяют свою работу, да, либо они проверяют работу своего одногруппника, да. Значит, понятно, что здесь и пунктуация, и spelling, и vocabulary. Какие именно vocabulary слова они должны использовать, соответственно, да. Communicative achievement, и по пунктикам все расписано, да. То есть это, в принципе, я взяла критерии Кембриджа, что должен быть vocabulary, но расписала детям, какой именно vocabulary должен быть, да. И reference должен быть, и phrasal verbs, и prepositional phrases, и locations. Communicative achievement, что это значит, все ли понятно и так далее, да. Вот, и вот здесь точно, что у нас 100 слов, 4 points, 4 prompts, как бы все здесь у нас написано. Вот, грамма, какое именно грамма они должны использовать и проверить. И такой же подробный чек-лист есть и на story и article, да. Тут одинаково как бы один чек-лист. Так, на speaking понятно, что есть personal questions, все, что собрано, по топикам буквально сделано. Вот они, топики, да, то есть 17 топиков и 440 вопросов в среднем, да. То есть все собрано, опять же, с источников. Мой вам совет по вопросам, да. Значит, выбирайте the trickiest questions. То есть, yes, you can speak about something easy, which is given here, like, what do you do after school, after work. Но выбирайте то, что очень tricky такой, да. Например, which person you know makes you laugh the most? Why are they so funny? Например, что еще? Tricky. Do you think it's necessary to spend a lot of money celebrating a birthday? И without, конечно, без комментариев на все вопросы должны кандидаты на уровне B1 отвечать почему? Why? Даже если здесь не написано, даже если экзаменатор не спросит, все равно они должны сказать why, почему. Теперь сборники, два сборника, есть картиночки для описания, да. Как я их делала? Я открывала учебник, смотрела, какая картинка дана и выбирала подобную, да. Выбирала подобную, но лучше, скажем так, да. То есть, в хорошем качестве, вот все они большие такие, да. Посмотрите. Это картиночки для описания, одну минуточку они дают, да. Поскольку на B1 у нас нет никаких особых вопросов, просто describe what you can see in your picture, или say what you can see in your picture. Как вы видите, все картиночки, прям вот я говорю, я брала, что есть у сборники, и подобное прям вот искала в хорошем, шикарном качестве. И видите, мне удалось. Я хочу сделать вот обновленные такие вот хорошие картиночки. Я уверена, что ваши кандидаты оценят подготовку. И таких сборника у меня для вас два, да. Вот один, и вот второй, где тоже картиночки даны в большом, хорошем разрешении, соответственно, да. Так. Возвращаясь к суперпапу, да. Значит, смотрите, у нас есть сборник для дискашн, их у меня два. Вообще на экзамене у них будет black and white вариант. Поскольку сами картинки black and white, то я здесь сделала бэкграунд такой немножечко цветной, да. Вот так, именно вот так будет выглядеть на экзамене вариант, да. Значит, вверху написано «Activities to help the man relax». И здесь идет как бы обсуждение, да, вот этого всего. Именно это выглядит вот так. То есть вверху всегда будет подписана тема, которую они должны как бы обсудить. И вот в основном здесь аж 43 у вас странички, да, 42, грубо говоря, слайда, потому что один обложка, опять же, да, to discuss. Но в учебниках, например, Prepa, да, в некоторых других, Complete, по-моему, тоже, значит, там были картинки для дискашн цветные. Их несколько, их не так много, но я их выделила отдельно. Поскольку они цветные, то бэкграунд серый, конечно, да. То есть вот так они выглядят, но тоже имеют место быть. То есть 9 картинок вот таких цветных у вас есть. Но еще раз повторюсь, на экзамене будут черно-белые картиночки. Это так, просто для тренировочки тоже подойдет. И, конечно, есть чек-лист, да. Чек-лист именно парная проверка, да. То есть одна пара разговаривает, другая пара сидит, делает ассессмент. Все вот так вот буквально там, Петя, ты Машу оцениваешь, Вася, ты оцениваешь Катю, да. И вот у каждого есть свой кандидат, они ставят галочки, потом мы как бы обсуждаем, что так, что не так. Это Part 3 Collaborative Task, вот, и это Part 4 General Conversation, да. Вот такие вот у нас картиночки. Что еще я забыла вам сказать про вот эти вот вопросы? Рекомендация такая большая к вам. Например, возьмем тему одежды, да. На уроке вы спрашиваете кого-то одного. Но, опять же, сначала вы задаете вопрос, а потом вы задаете имя, к кому вы обращаетесь. Например, If you go to a party, what clothes would you go for? Kate. Kate отвечает. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Kate должна сказать 2-3 предложения, очень логично, совмещенные между собой, с помощью различных линкеров, там, И потом Kate закончила отвечать, и вы спрашиваете И Вася должен обязательно отреагировать то, на что говорила Катя И потом Вася закончил, там, как бы, да, И girls вместе сидят, как бы, обсуждают, да, потому что на экзамене эти вопросы делаются именно так. То есть экзаменатор задает вопрос, потом называет имя одного кандидата. Если кандидат прошляпил вопрос, переспросил, в принципе, points не занижаются, но И потом она спрашивает другого кандидата Либо второй вариант, да, то есть экзаменатор задает вопрос И потом она им показывает вот так вот, да, вот так вот, либо вот так вот, типа вы должны это вместе обсудить. И тут вот один берет инициативу, начинает отвечать, спрашивает второго кандидата, и тот отвечает. Подробнее о том, как работает со speaking на другом моем курсе, который называется конструктор Speaking B1. Это всего вам пару идей для того, чтобы вы знали, как работать конкретно с заданиями Superpack. Так, и как я обещала, бонусом вы получаете 10, 10 бесплатно от меня тестов, онлайн-тестов, да. Значит, для вашего удобства, 5 reading, 5 listening, я написала, из какого источника это взято, для того, чтобы их не печатали лишний раз. Они сделали в формате Google Form, то есть автоматически идет проверка заданий. Вы их не увидите, общий счет, поэтому нужно, чтобы кандидат сделал вам скриншот, там у него посчитается, сколько правильных ответов он сделал сегодня. Вот, например, здесь у меня будет Ольга. Далее. Вот, и здесь, видите, то есть вот есть ты-ты-ты, и есть ответ там, допустим, я считаю, что это Эй. И ответ дан в баллах. И потом, в конце, когда я закончу, система мне автоматически посчитает, сколько у меня баллов. Вот, поэтому кандидат обязательно должен сохранить последний скриншот, как бы, да, последнюю страничку этого теста, где ему будет сказан результат, и сказать вам. Либо, если он этого не сделал, пишите мне, я их раз в месяц обновляю, и я вам скажу по имени, как бы, да, увижу, какой результат был у этого ребенка, и могу вам передать. 5 reading, 5 listening тестов, да. Ну, вот, пожалуй, и все. Самое основное, что я хотела сказать вам об этом замечательном суперпаке, есть такие же у меня для уровня А2 и Б2. Пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье, и обязательно готовьте, готовьте, готовьте своих кандидатов. Спасибо. Спасибо.